Слава Всевышнему! У нас в Житомире сирена. В Украине война. Бог дал мне задание начинать школу благочестия. Сегодня седьмой урок. Я благословляю всех на принятие истин. Продолжаем читать Марк. Предаст же брат брата на смерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умертвят их. 12 глава 13. 13 глава 12 стих. Посмотрите. 13 стих говорит. И будьте ненавидимы всеми за имя Мои, претерпевших же до конца спасется. Сейчас тема грядущего царя набирает обороты в России. Некоторые считают, что грядущий царь это их Путин. А я говорю, что грядущий царь это Иисус. Или тот, кто должен умирать за следующее человечество. И будете ненавидимы всеми за имя Моим. То есть в России есть тема грядущего царя. Они не видят в этом личность духовную, а видят личность как царя для их отечества. Я хочу сегодня почтить память погибших в этой нелепой войне. Всех, кто погиб на территории Украины. Я верю в воскрешение мертвых. Я верю в великую милость Божию. Я верю, что люди будут призывать имя Божие. Конечно, написано, если не покаетесь, так же погибнете. Я призываю людей в покаянии. Дальше. Что говорит пророческое слово? Когда же увидите мерзное запустение, реченное уроком Даниилом, стоящее где не должно, читающее до разумения, тогда находящиеся в Идеи добегут горы. Я в шестом уроке рассказывала мне Бог дал и открыл Даниил. Сегодня эту тему ей поднимать не буду. Мы говорим о скорби. Но что означает находящиеся в Идеи добегут в горы? Сейчас, на данный момент, это идет речь о познании. Я уверена, что это люди должны искать. И за дня в день бодствовать, молиться, пребывать в Истеи. Бегут в горы. Это труд. Это приобретение знаний. Это повышение духовного уровня. И кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, не обращайся назад, взять одежду свою. Горе беременной и питающейся сами тени. Это очень важная информация, которую нужно открывать человечеству. Я 10 месяцев практически говорю. И за дня в день. И у меня есть понятие, что все беды из-за неприятия этой истины о конце рождаемости. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой. Я не знаю, о чем идет речь, но, видимо, Россия начала Украиной воевать именно зимой. Бог просил молиться, чтобы не случилось бегство ваше зимой. Но у нас происходит бегство зимой. На вчерашний, позавчерашний день 9 миллионов украинцев переехали со своих территорий, своих городов, сел. Три миллиона уехали за границу. Мы плачем, мы стянаем. Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог. Даже до ныне и не будет. Я не знаю, о какой скорбь идет речь вообще в принципе. Это было бы не справедливо. Страдает Украина. Я не хочу, чтобы страдал весь мир так, как страдает сейчас Украина. Я не хочу, чтобы повторилась ядерная катастрофа, которая была в Японии в двух городах. Я не хочу этого. Это ужасно. Да помилует нас Бог от этой ненависти. Да помилует нас Бог от ненависти. Все, кто взяли Слово Божие, любите Бога. Воздайте Ему честь. Он благо, Он святой. Познавайте Его. Десять заповедей никто не отменял. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Бог избрал избранных. Те, кто проповедует Слово. Те, кто молятся, изучают Библию. И ради них Он сокращает дни. В какой форме будет сокращение этих дней? В какой форме? У нас сейчас скорбь. У нас война. Но ради избранных сокращаются дни. Многие хотят смерти Путин. Мировая общественность видит в нем огромного врага для человечества. С этим трудно не согласиться. Ужасная разрушительная сила в руках у человека, который не боится Бога. Который имеет наглость цитировать Писание. Но суд Ему близок. Но я боюсь, что это не конец. Но об этом и сказано. Что война это еще не все. Тогда, если кто вам скажет, вот здесь Христос или вот там, не верьте. Ибо восстанут лжи Христы и лжи Пророки. И дадут знамение и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь. Вот я наперед сказала вам все. Но в те дни после скорби толь солнце помернет. И луна не даст света своего. И звезды спадут с неба. И силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого. Грядущего на облаках силы и многое славы. Вот еще раз слово грядущих. Которые в России есть пророчества Авеля, других там. Серафима Осаровского о грядущем царе. Вот слово с Библии. Грядущий на облаках силы и многое славы. На облаках. Я уже говорила где-то, что это слезы. Они считают грядущим царем Путина. С многое славы, да, силы. Это сила на облаках. Замечательно перекручивается писать. Замечательно. Просто потрясает. Но единственное, что отличает людей, любящих Бога, от тех, кто называет грядущим царем Путина. Потому что Бог есть любовь. Тогда Он пошлет фангеров Своих и соберут избранных Своих от четырех ветров. От края земли до края неба. А самокомница возьмите подобие. Когда ветви не становятся, ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так и когда вы увидите, то сбывающимся, знаете, что близко при дверях. Истинно говорю, не придет род сей, как это все будет. Вечное слово Божье. 30 стих. 13 главный Марк. Истинно говорю, не придет род сей, как все это будет. Род. Что имеется в виду под словом род? Род, потомок, семейство, отпуск, происхождение, поколение. Имеется в виду поколение. Я думаю, что имеется здесь в виду весь род человеческий. То есть Бог вечный, Бог великий. И было бы удивительно думать и верить в то, что вот мы такие первые. Выше разумные. Да нас тоже Бог творил подобие нам. Да. Человек, существо сложное. И те инопланетяне, это вот как раз живые души. Бог показывает это. Когда появились видео, камеры, фотографии, появлялись какие-то интересные люди. Современной техникой. 30-е годы, 20-е. С телефоном и так далее. Что это такое? А это как раз и есть люди, которые спасались до нас. Слава Богу за них. Одни же том или части никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только отец. Смотрите, бодствуйте, молитесь. Ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно, как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам свою власть и каждому своё дело и приказал привратнику бодствовать. И так бодствуйте. Ибо не знаете, когда придёт хозяин дома, вечером или в полночь, или в пении петухов или поуту, чтобы, придя внезапно, не нашёл вас спящими. А что я вам говорю? Говорю всем бодствуйте. Сегодня я легла спать в 6 часов утра. И так Бог меня вёл. Конечно, надо молиться. Если сложно молиться, то бодствуйте. И всё вы славу Божью, как жертва перед Богом. А за то, чтобы спасались те, кто рядом с вами находится. Спасались их души. Ну и конечно, пребывайте в Писании. Благослови Господа каждый человек, живущий в Украине. Благослови Господа каждый человек, любящий истины. Бог спасает всю вселенную. Бог спасает всё за провол leave. Бог спасает весьма большая. Держи согласились со свяра��е.